Добрый день, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня выходит первое видео о ландшафтном дизайне, о болезнях растений, об уходе и другим вещами, связанными с ландшафтным дизайном. Если в кадре будут появляться помощники, то не удивляйтесь. Сегодня видео посвящено тому, как отличить побеги розы от побегов шиповника. Это очень важно, потому что практически все розы растут на подвое шиповника. Поэтому очень часто шиповник выдает свои побеги, и впоследствии этот довольно сильный побег просто убивает вашу розу. Что нужно знать для того, чтобы отличить эти побеги розы от побегов шиповника? Вот я специально для вас оставила побег шиповника, пожертвовала немножко своей розой, но она придет в чувство для того, чтобы воочию продемонстрировать, как выглядит побег шиповника и как выглядит побег розы. Чуть попозже я покажу, как мы будем уничтожать этот побег. На что мы должны в первую очередь обратить внимание? Обратите внимание, что побег, вот, кстати, второй уже полез, побег шиповника, вот он, и побег розы. Посмотрите на листья. Листья шиповника, ну, такие светло-зеленые, неяркие. Тоже в самое время листья розы, пожалуйста, яркие, сочные, плотные. Второе, сам побег в основном зеленый. Вот, кстати, и третий побег. Сам побег зеленый. В то время как у розы побег сначала красноватый, а потом он уже зеленеет. Это самый важный момент. Значит, побег, понятное дело, пошел где-то из-под корневой шейки, поэтому мы должны, что сделать? Мы должны найти место, где этот побег начал расти. Вот оно, пожалуйста. Да, поскольку вы помните, что корневую шейку в основном на 3-5 сантиметров заглубляют, поэтому... Вот, это вот молоденький побег, он только что появился. Мы должны его полностью срезать. Вот так. Секундочку. Побег сильный, уже надо побольше. Вот, пожалуйста, один. Вот, пожалуйста, второй. Так, опять же, на этом побеге. Видимо, тут-то не везет. А, вот как интересно, видите? Это уже пошли побеги. Вот, основной побег шиповника. А это уже пошли от него отростки. Короче говоря, получился замечательный длинный шиповник. Поэтому, друзья мои, копаем дальше. О, подшел еще один помощник. Точнее, помощница. Машенька не мешает. Копаем, копаем, копаем. Вот. Обратите внимание, поскольку корневая шейка у меня заглублена довольно прилично, как минимум сантиметров 5, посмотрите, где этот побег. Я его копаю, еще до сих пор не могу найти, откуда же он растет. А роза основная, вот она, видно. Видно, что здесь. Поэтому мы сейчас, пока я не откопаю, ненадолго прорвемся, покажем вам уже заключительный процесс всего этого действия, как я откопаю. Ну что, друзья мои, я пока без видео, это неинтересно, докопалась до пересечения корня, до пересечения этого побега от шиповника с розой. Это оказалось довольно глубокое вещь. Более того, побег очень серьезный, очень большой. Вот, я не знаю, видно вам или нет, тут еще даже осталась вот старая бирочка, это роза аллегрия. Вот, тут далеко. Короче говоря, срезаем все это под корень. Сейчас я попробую этими щипцами. Если нет, то придется брать более серьезную вещь. Вот так, повалили. Все, друзья. Дальше чуть-чуть почистим и обратно. Вот. Мульчу и так далее. Смотрите, что я хотела сказать одно из самых важных, на которые пишут и просят обратить внимание на чем еще отличается. Шиповник от розы. Пишут о количестве листочков. Вот здесь их, видите, 7. На розе, на розе их 5. Где тут бывает 3. И вот 3, пожалуйста, 5. Но я прошу вас учесть момент, что сейчас есть коллекционные розы, у которых есть и 7 листочков. У меня такие розы есть. Когда-нибудь мы с вами посмотрим. То есть не обязательно только у шиповника 7. Нет. Вот посмотрите, вот эта роза аллегрия. Вот у нее 3 листочка. Вот у нее 5 листочков. Сейчас маленький момент. Я покажу еще быстро, как нужно обрезать розу после цветения. Вот мы обратим внимание, что данный куст уже отсвел. Вот пошел новый побег я уже срезала. Здесь срезаю вот этот побег. Но посмотрите, я срезаю его не здесь, где листочек там 3, да. Вот можно, в принципе, здесь. Не здесь. Я срезаю этот. Я срезаю его там, где у меня красивые 5 листочков. Срезаю под углом 45 градусов. Вот так. Для более продолжительного, обильного цветения в дальнейшем. Еще я срезаю подсвелившие буквально обычно. И... И, друзья мои, маленький... Ой! Маленький бонус. Открытие. Одна розочка, с которой вас хочу познакомить. Это для меня открытие этого года. Розочка называется Red Caprica. Сейчас вы ее увидите. Я вам рекомендую ее для посадок. И более того, хочу сказать, что я таких красавиц еще не встречала. Это решение всех бордюрных проблем для посадки нижнего яруса. И кого эта розочка заинтересует, я могу дать... Напишите мне, я дам предприятие, где его покупала. Более я нигде не встречала. Друзья! Вот эта розочка. Red Caprica. Здесь у меня два куста. Они растянулись где-то на около метра. Это два куста. Я их уже обрезала, поскольку было цветение. Посмотрите, сколько... Сколько букетов. Посмотрите. Здесь где-то диаметр 1-2 сантиметра этих цветков. Это Red Caprica. Единственный минус, который я в ней вижу, это, скорее всего, склонность небольшая к болезням. Ну, мы сейчас это подлечим. Склонность к болезням, связанной с мучнистой росой и черной пятнистости. Но я думаю, что... У меня на первый год высота 30-40 сантиметров. Я думаю, что эта роза будет свисти где-то... Ну, я думаю, что до первых заморозков точно. Выпускает она невероятное количество. Купила саженец, ему два года было. И вот, пожалуйста, посадили мы, по-моему, в мае. Сейчас 2 августа. И, пожалуйста, просто шикарное количество. Мне кажется, что в розариях вот этой розой задекорировать низ самое то. Друзья, спасибо за внимание. Ролик был короткий. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok